Раз уж базар зашел про пионерские лагеря, хочу вспомнить, как я в них побывал. Вроде бы я побывал в трех пионерских лагерях, в домах отдыха, как они, в санаториях. В общем, это одна и та же хрень, но разницы никакой, да, вообще, как они называются. Только в пионерских лагерях что-то говно, говно и похуже чуть немножко. Начнем сначала, то есть с первого, да. Как раз в том, я бывал, какую-то элитную путевку выбери от завода, чтобы тут поехать в огромнейший этот лагерь, да. Санаторий, как он назывался, да, там, местную профилакторию. Но путевка ограниченная, только без процедур, короче, да, нихера без процедур. Без процедур-то ладно, хрен, да, с ним, да. А недостаток был такой, несмотря на то, что это огромный санаторий, да, хрен там, где помыться можно было, вот что я помню. То есть ни душа, ни ванны, ни хера, да, то есть. Есть только лечебные ванны какие-то с пузырьками, булькающие, не знаю, два раза в месяц и все. Которые по умолчанию тоже включаясь, потому что ни хера, да, не стоили для этому санаторию, да. И ни души, ничего, нигде помыться, помыться и езжать домой. То есть, представляете, огромный комплекс, вот больше вот этой поляны, намного больше, как две вот этих поляны. Даже, наверное, три или четыре, да. Огромное количество корпусов ни хера, да, только бассейн, в которых хлорированный, да, и у него душ есть, да. У бассейна, после бассейна душ есть, да. И ванны только профилактические, лечебные какие-то, да, с пузырьками, да, как джакузи, только советская. Там просто в обычной ванне, в эмалированной, там проходит такая труба, из нее еще пузырьки там такие, бегун, да. Это просто от компрессора пузырьки там, это типа, да, совковая джакузи такая. Вот это джакузи по-советски, да, из обычной ванны. Вот, это неприятно, конечно, а в остальном ничего. Конечно, палаты тут эти маленькие, ну, двухместные нормально. Самый прикол, что они маленькие, как вот это вот пространство, вот такое, да, не знаю, там, комнатка метров шесть или восемь, но две кровати, да, две кровати, одна тумбочка, нормально, да, как раз для двух человек или для одного мажорного, да, вот. Вот, и шкаф где-то в углу, вот, и все, да, вот, комнатка тебе называется. И это первое, вот. Ну, можно сказать, он нормальный, там кормежки, кстати, без претензий было, это единственный раз, по-моему, когда было без претензий к кормежке. Потом, значит, какой лагерь? Лагерь следующий был в Украине, да, в Украине, и там он состоял из иностранных отрядов, да, то есть там не было украинцев, они, по идее, украинцев не принимали туда. Вот, лагерь, да, то есть там есть, да, группы, да, белорусы, россияне в третьем корпусе, такие корпуса панельные, советские, белорусы, россияне, да, и еще кто-то. Из, не знаю, из этой самой, как она называется эта хрень-то, в Евросоюзе, там, говорят, все непонятно. Венгрия, да, из Венгрии отряд. Венгерский отряд, вот, Венгрия, россияне и белорусы. Венгерский самый крутой, да, потому что там, они бабки-то платят, да, бабки, все, за чисто, конкретно бабло, о, значит, а эти не платные хера, без платных путевками есть. А из недостатков чего, да, у моря он был, он, этот лагерь, был на море, типа, да, но море такое, то есть он у самого, вот эти лагеря, корпуса стоят у самого моря, но там бетонные плиты и гадюки ползают, да, то есть гадюки всякие, шушера, змеиные, да, то есть креветки, креветки зато заплывают, на эти бетонные плиты заплывают живые креветки, единственное из интересного, да. Ну так там поезд гадюки постоянно, то есть в метре от лагеря уже 10 дней лежит, это пиздец, конечно, да, каменный, и берег, и сплит. А до нормального пляжа идти, то есть далеко, идти где-то час, да. Водили, короче, там на целых 2 часа привели, там, потом отпускали, это фигня, это вообще сдохнуть, можно на жаре 2 часа на пляже сидеть. Вот, короче, что там еще было. А пляж тоже мне не безнадостатка, поскольку это Украина, в Украине все не очень хорошо, что-то, да, все как экономнее делают. Значит, там на пляже гандоны валяются, стекло прям, использованы гандоны, прям на пляже валяются вообще прям. Дети ходят, гандоны валяются, вот, вот так. Во. Короче, кормили уже похуже. Нихуёво похуже, короче, не наедаешься нихера, но... Кормит себя, ну, кормит, можно сказать, что это кормит. И третий раз, последний раз я был в лагере в Клину, да, где-то в Клину, там, где-то в лесах, в далеких лесах, хрен где доешь, где-то в Москве ехать 4 часа, да, в дебрях каких-то заброшенных, полудохлый, вымирающий, пионерский, настоящий пионерский лагерь. Ни санаторий, ни дом отдыха, ни пансионат, ничего, а настоящий пионерский лагерь, да. Да, жрачки вообще, то есть дают 100 грамм жрачка, как войну, да. Хлеба не дают нихера, а жрачки, то есть, да, вообще, вот, фигня какая-то вообще минимальная, да. Ты тут охреком кормит каким-то списанным, да, вообще, пиздец, даже йогурты все с плесенью дали, как-то йогурты, фрутиса завезли, они все, как-то, очень плесневые, пиздец. Полник, все выкинули нахер, этих йогурт, да, фрутиса, скелетоны этих, скелетона фрутиса, да, выкинули нахер, да. Аж говно полнейше, параша. Вот, и не кормят ни хера, то есть, да. Похудел там на 3 кило, а мне написали, что я потолстел на 2. Потому что они потом данные подправили в карточке, да, и пиздец. Там какую-то музыку ставили, с утра просыпаешь, в 7 всех будили, режим был жесткий, то есть, да. Несмотря на то, что пионерии нет, режим жесткий был. То есть, каждый день будили в 7 часов, да, и на зарядку, да, типа, на вот эти бетонные плиты, да, типа, включали. Крэйзи фрога, да, и там, типа, да, хуяришь, да, там, типа, зарядка, типа, хуйня какая-то, да, полнейше. Потом привык, всегда, то есть, режим всегда поддерживался, это поганый, да. А что толк от режима, ты голодный ходишь, как собака, да. Ко мне приехали родственники потом, вот, лая, да. Я батон увидал, вцепился, зубами батон весь разгрыз, да, за 20 минут весь батон разгрыз, все, проглотил. Хоть и не голодуха, да, поганый вообще говно собачий. Пионерский лагеря, но их нахуй пизду. Ну, не возить своих детей, не мучить, а то там сдохнут от голода, как в блокадном Ленинграде больше жадкие южачки дают, чем в современном пионерском лагере. А для растущего ребенка это вообще пиздец, то есть, да, он потом не вырастет карликом, будет всегда, будет свиняться, ржать себе потом, тыкать ему шунг карлик, этому ребенку, вот. Лучше не возить никогда, тем более в России, в российский пионерский лагерь, никогда. В СНГ, в пионерский лагерь вообще детей не отправляйте, нет никаких пионеров. Понимаете, нет никаких пионеров, есть дебилы, взрослые, которые туда отправляют, вот. Вот так вот, так что, последний самый поганый был. Я надеюсь, он закрылся в Кху-Ям. Вот такое направление, как и японская фамилия, Кху-Ям. Хорошая вот такая вот. Ну, туда ему и дорога пушит, это ховно параша, да. Пиздец-то. Спасибо. Спасибо.